Продолжение следует... От этой встречи я жду встречи. Если встреча пройдет, если и поговорят друг с другом, и почти они объявят следующую встречу, что процесс будет продолжаться, то задачи этой встречи будут исполнены. Я не думаю, что можно ожидать каких-то резких подвижек, изменений и так далее сейчас. И это, конечно, не в контексте только выборов. Карабахский конфликт находится не на той стадии, где мы можем ожидать резких изменений. И стороны по своим позициям находятся так далеко друг от друга, что там, в общем, субстативно говорить-то не о чем. В общем, как я отношусь к такого рода встречам? Ну, я, понимаете, я политолог, да, я смотрю с профессиональной точки зрения. Хорошо я отношусь к такого рода встречам, потому что мировой опыт показывает, что те конфликты, в которых есть канал взаимодействия между сторонами, развиваются лучше, чем те конфликты, в которых вообще нет этого канала, в которых вообще нет никакого процесса. То, что они встречаются, ожидать от такого рода встречи, что они решат конфлик, конечно, и не надо, но я этого никогда и не ожидал. Ну, как минимум, вот, это 96-97-го. А то, что время от времени встречаться и сверять часы, так сказать, это один из форматов безопасности, сохранения статус-кво, так вот я считаю, продолжаю считать, не идеальный формат, не всегда работающий, иногда срывающийся, в себе содержащий риски. Но такого рода процесс, при котором, во-первых, армянин и азербайджанец встречаются, да, то есть они армянисты или президенты, неважно, они разговаривают друг с другом, даже если они разговаривают более-менее ни о чем. Второе, это интернационализация этого процесса, разговаривают не только армянин и азербайджанец, а еще французский, русский и американец. И этот процесс приобретает интернациональную составляющую, которую, между прочим, много раз это говорили, но не грех повторить, простите меня, вам всем говорил, да, армянистам. Нет, я не знаю такого второго в мире процесса, при котором Запад и Россия при нынешних отвратительных отношениях между Западом и Россией работали бы вместе в одной проблеме. Может быть, немножко Афганистан, там есть сотрудничество, но там нету формальной какой-то минской группы афганской, нету ее. Соответственно, вот эта работа вместе, она привозит к некой прологации работы на сохранение статус-кво, а это полезно. Поэтому я думаю, что такие встречи свою пользу приносят, а ожидать от французов и американцев, что они вместо нас решат проблему, довольно неразумно. Это, наверное, дело в том.